Сейчас будешь танцевать. Давайте танцевать, да. Это кадры так называемого бэкстейджа будущего фильма. То, как, собственно, его снимали. Место границы Алтайского края, Республики Алтай, декабрь месяц, главные роли у известного актера из Горного Нагона Шумарова и юной Лены Брынцевой, студентки Института культуры. О чем кино? Ну, как у нас Степа Демидов говорит, бродил дед по дорогам региона, бродил. И вообще фильм о семейных ценностях. Там есть отношения отца и деда, и отца и дочери. У них свои какие-то взаимоотношения. Ну, и при этом мы выбрали такой жанр, который позволяет, с одной стороны, показать нам красоты Алтая, во второй, с другой стороны, это очень динамичный жанр, road movie. Иными словами, фильм-путешествие. Если помните «Мертвеца Джармуша», так вот что-то похожее, говорит Дмитрий. В съемочной группе профессионалов единицы. Большая часть знала, как снимать для телевидения, а вот кино, да еще игровое, было впервые. Мы хотели вообще этим проектом подготовить молодую съемочную группу ассистентов режиссеров, звукооператоров, непосредственно операторов, потому что у нас нет киношных операторов. У нас было очень много молодежи с кафедры фото- и видеотворчества, колледжа культуры. Мы давно сотрудничаем с этим учебным заведением. Практики очень мало у них, и для них это был бесценный, конечно, опыт. Кстати, создатели говорят о некой магии горного Алтая. Буквально все сопутствовало съемочному процессу. Температура в декабре минус два, отсутствие снегопадов, природа, по сути, служила художником-постановщиком фильма. Для каждой сцены был свой свет. Надо солнце? Пожалуйста, солнце. Не надо солнце? Нет солнца. За две недели до съемок, когда мы назначили уже все даты съемочные, прогноз погоды был неутешительный. Минус 15, минус 17 днем. Мы, конечно, были немного в шоке. Ну, а куда деваться, все равно будем снимать. За неделю погода поменялась, и все. Я вот хотел сказать, что про профессионалов нам очень повезло. Вообще, нас спрашивают, почему действительно у вас главные герои, там, алтайские актеры. Ну, потому что вот как раз пластика актера из республики Алтай, она очень сильно отличается. Она очень естественна в этой среде. Многих волнует, откуда средства на фильм. Так вот, молодежный центр кинематографии выиграл Грант. Его часть пошла на съемки, а вот на постпродакшн деньги придется искать. Ленту только начали монтировать, и готова она будет не раньше мая. А уже потом ее повезут по фестивалям. Создатели хотят, чтобы короткометражка попала на большой экран. А это значит в киноальманах. А еще есть мечты, чтобы снимать больше фильмов. Если бы региональное министерство культуры поддержало, говорят режиссеры, не имея в виду финансы, у алтайского кино могло появиться будущее. Ведь идей достаточно. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.